Шаббат шалом дорогие друзья, с вами Яков Агади, Порошат Трума, Тавшин Пайпет. Порошат Трума рассказывает о строении Мишкана, строении Микдаша. Еще следующие две Пороши мы будем в деталях обсуждать, как и что и где нужно строить. Все законы о правильном зарезывании животного мы учим из одного посуда. Тура все время сдерживается в своих высказываниях и немногословит. А тут о построении дома Всевышний рассказывает на три Пороши и причем без остановки. Он углубляется в каждую деталь. Он хочет объяснить каждую тонкость, каждого крючка, каждого колечка, каждой шкуры, каждого столба, как все должно выглядеть, во что должно быть окунуто. Ну просто три Пороши. Смысл в том, что Кадожбаруху хочет быть с нами. Он хочет быть здесь и он тщательно, в четкости объясняет каждую деталь своего дома. Дома, в котором он хочет, чтобы находился он. Но смысл всего этого объясняет Раф Пинкус, что человек полностью подобен Мишкану. И когда Кадожбаруху объясняет детали Мишкана, он объясняет детали человека. Он объясняет детали построения самого человека. В этом и есть смысл. И он приравнивает это к Уламод Ильюним, к Верхним Мирам, к Нижним Мирам, Бет Микдаш. И человек все построены на одном и том же подобии. Начнем с имен Бна-Исраэль, которые спустились в Египет. Тора пересчитывает их имена. И в общей сложности, если посчитать, получается 69. Но Тора пишет 70. Раша объясняет, что это Йохэвет, которая родилась между стенами. В общей сложности у нас получается 70. Но если мы берем и разделим, и начнем считать всех отпрысков, которые родились от Рахэль и Леи, и всех отпрысков, которые родились от Билла и Зильпа, в общей сложности у нас получается следующая цифра. От Рахэль и Леи получается 46 отпрысков в общей сложности. От Билла и Зильпа получается 23 отпрыска. В калькуляции получается 69, и Йохэвет 70, которая родилась в Бен-Ахомот, между стенами. Теперь, если посчитать Карашим в конце Пороша-Трума, Тора пересчитывает доски. Сколько было с северной стороны, сколько было с южной стороны, и сколько было на входе. Получается в общей сложности, что у нас было 20-20, 3-3. Получается 46 столбов, которые окружали Мишкан. 46 столбов. А сколько шкур, которыми прикрывали сам Мишкан? Шкур было ровно 23. Получается, весь Амудатавах, все здание, на котором все держалось, это и были дети Рахэль и Лей. А шкуры, которыми прикрывали Кодыша-Кодышим, они и были дети Билла и Зильпа. Вместе, весь Ам-Исроэль, когда он спускался в Египет, они сами по себе были ходячий Мишкан. Они сами по себе был святой ковчег, который спускался в Митсраим. По своему количеству. А где была Юхэвет? Юхэвет это была та занавес, которая определяла от Кодыша-Кодышим. Она родилась в Бенахумот, и она была той занавеской. Яфэмот. Получается у нас общее знамение всего Мишкана, получается общее знамение всех шкур. Но мы же хотим понять, насколько это похоже на человека. Все то, что я сейчас скажу, нельзя было узнать раньше. Да и сегодня только с дигитальными микроскопами. Если окунуться в деталь биологии и понять, из чего создана ДНК. И количество хромосом в каждом ДНК. Количество хромосом в каждом ДНК ровно 46. Одной хромосомой больше, одной хромосомой меньше, появляются синдромы. 46 хромосом в каждой клетке. Каждый человек по своему подобию и есть Мишкан. Ходячий Мишкан. Но для того, чтобы размножиться, нам нужны наши личные ДНК. Хромосомы, которые мы передадим дальше в наших детей. Поэтому в каждой яйцеклетке у женщины есть 23 хромосомы. В каждом сперматозоиде у мужчины есть 23 хромосомы. Вместе мы можем создать еще одну единицу человеческую. Это 46 хромосом. Получается, что весь смысл Леи и Зильпы был только для того, чтобы быть пророжданием. Для того, чтобы прородить новых детей. И у них не был смысл быть праматерями. Потому что у них только 23. А смысл Рахель и Леи это 46. Это быть праматерями и создать новую ячейку человека. Она и есть ячейка человека. Отсюда мы понимаем, что каждый человек сам по себе, он и есть Ходячий Мишкан. Каждый человек сам по себе, он есть Ковчег. 46. Это каждый человек. И 23 для того, чтобы размножиться. 46 столбов и 23 шкуры. 46 хромосом и 23 хромосомы для размножения. Каждый человек сам по себе, любой человек в мире, он и есть Ходячий Ковчег. Мы построены по этому подобию. Но что такое Мишкан? Кадош Барху говорит, сделайте мне и я буду среди вас. Сделайте мне этот Мишкан, я буду среди вас. Но как? Как Кадош Барху может быть внутри нас, если мы Мишкан? Есть прекрасное объяснение. Мишкан это 4 буквы. Мем, шин, хав, нун. Это мета, кровать. Шин это шулхан. Хав это кисе. И нун это свечка, нер. Кадош Барху говорит, каждый еврей имеет базовые вещи, без которых невозможно, чтобы еврейство существовало. Просто нереально. И как это работает? Если у вас есть кровать, в которой соблюдается Таарата Мишпаха, если женщина следит за своей чистотой и миквы, то у вас в доме будут рождаться правильные евреи, чистые души, которые могут спускаться в правильное тело. Это мета. Если у вас есть шаббат, шулхан шаббат. Что такое шаббат? Макура Бараха. Это весь смысл благословления. Это суббота. Если вы будете соблюдать субботу, у вас будет благословление. Если у вас есть хав, кисе. Если у вас есть правильное время, которое вы обозначаете для Торы, то вы можете быть соединены к моей Торе, вы будете соединены ко мне. И женщина, которая потушила свет мира, она должна зажигать субботние свечи. И если вы будете соблюдать эти четыре вещи, мета, шулхан, кисе, венер, мешкан, вешахан тебе, тухам, и я буду внутри вас, я буду с вами. Шаббат шалом. Пускай эти доверятуры будут лирфуат мира Батрива, додик Бен Истам, цивья Батрахель и шаббат шалом, дорогие друзья. Удачи.